Еще сутки назад здесь можно было купить экзотические орхидеи, голландские розы или отечественные тепличные тюльпаны. Но в 6 утра сюда пришли чиновники из управления торговли и снесли ларьки подчистую. Сейчас это место больше напоминает импровизированную парковку. Все заставлено автомобилями. Между припаркованных автомобилей горы сломанного пенопласта в перемешку с лепестками цветов. Уже к обеду купить букет напротив автовокзала «Привоз» можно было только у Анжелики Дамаскиной. Остальные цветочники имеют другие магазины. Они перевезли товар туда. Анжелике идти некуда. Палатка возле «Привоза» была единственным способом заработать. Она до сих пор в шоке от утреннего рейда чиновников. Ломали именно как барбары. Знаете, как руками. Пиляли. Именно пиляли. Торговые павильоны находились на проезжей части и мешали движению транспорта. Это и есть основная причина сноса цветочников. Было много очень жалоб. Как со стороны автолюбителей, так и со стороны людей, которые просто не могли пройти. Потому что очень много вот этого. Проход буквально в полметра. Либо выходить на трамвайные рельсы. Альтернативы никакой. Естественно, мы на это отреагировали. Не на камеру торговцы цветами говорят. За крышу они каждый месяц исправно платили с точки по 3 тысячи гривен. 10 ноября цветочники сделали очередной взнос. А спустя всего 11 дней их торговые объекты были демонтированы без предупреждения со стороны крышевателей. Местные жители не раз обращались в милицию с просьбой разобраться с цветочниками, торгующими на проезжей части. Но реагировать местные милиционеры не спешили. Я писал заявление привозной РВД. Вот так и так. Стоят на проезжей части. Торговля не с рук, а нагло с лотков установленных стационарно. На что они делали большие открытые глаза. Удивлялись, как же так не может быть. Мы проработаем этот вопрос. У меня есть официальный ответ из милиции, что вот мы обязательно этим делом займемся и даже занимаемся. Но мы не можем, не все сильные. Сами торговцы вышли на дорогу не по своей воле. Руководство торгового центра «Остров» решило строить паркинг. Будущее строение они обнесли забором, захватив и часть пешеходной зоны с павильонами торговцев. Один из самых демократичных по ценам цветочных мини-рынков Одессы стал историей. В мэрии предпринимателям пообещали помочь найти новые торговые места. Но в это почему-то верится с трудом. Евгений Лысый, Алексей Сорокин, Игорь Гвоздев, телекомпания АТВ.